Всем привет, это FreeStudio21.com Перед нами очередное упражнение на предлоги Предлоги существительными Предлоги перед существительными Предлоги после существительных И так далее, и так далее Тема безбрежная, продолжаем ее исследовать Итак Нам предлагают Дописать Предложение Так, допишите предложение Так Так, чтобы было Похожее содержание с первым Предложением, ага, ясно Итак, посмотрим пример What caused the explosion? Что стало Причиной взрыва? What was the cause of the explosion? Что было причиной взрыва? Перевод один и тот же А вот Слова у нас будут стоять другие Обратите внимание на of Of ставится в английском языке Всегда перед родительным падежом То есть у вас должен быть родительный падеж И когда вот вы в переводе Ваше слово Кого, чего У вас будет взрыва Кого, чего Если у вас ситуация Когда у вас кого, чего Слово отвечает на этот вопрос В переводе Значит, у вас очень может быть Что будет стоять Оф перед словом Это не всегда Но в 99, наверное, процентах случаев Именно так оно и будет Едем дальше We are trying to solve the problem Мы пытаемся решить проблему Итак, альтернативное предложение звучит таким образом We are trying to find a solution И далее у нас a solution To a problem Солушен употребляется с to To a problem Вот так это будет Вот так это будет Далее And gets on well with her brother О, здесь добрая душа какая-то подчеркнула уже Get on well with Вообще говоря, советую вам запомнить это выражение Оно очень хорошее Get on well with И дальше у вас будет somebody Там стоит кто-то Это уже не важно кто Это быть в хороших отношениях с кем-то Быть в хороших В хороших отношениях с кем-то То есть ладить с кем-то Отношениях Ой, русский перевод невероятно длинный С кем-то Итак, теперь посмотрим, что мы имеем And has a good relationship with her brother Здесь, как ни странно, все дословно And имеет хорошее отношение с ее братом With her brother Вот таким образом Далее, следующее Prices have increased a lot Цены сильно возросли Или возросли намного Далее There has been a big increase in prices По идее, здесь должно быть off Как мы только что говорили Ну, не совсем только что, перед этим Кого чего Рост Кого чего Цен Но дело в том, что это мы так говорим Рост Кого чего Цен А они говорят Рост в ценах In prices Вот такая логика То есть ее отсутствие Едем дальше I don't know how to answer your question Я не знаю, как ответить на ваш вопрос I can't think of an answer to your question Я не могу придумать ответа на ваш вопрос Вот так это будет дословно Answer to your question Так, мне негде писать Question Вот так вот здесь Напишу оконцовочку Итак, что мы имеем? Мы имеем answer to your question Запомните тоже себе эту комбинацию Далее Nobody wants to buy shoes like this anymore Никто не хочет покупать такие Никто больше не хочет покупать такие туфли Вот так вот Anymore я поставила в середину Никто больше не хочет покупать Значит, что у нас имеется в нашем альтернативном предложении There is no demand Нет спроса на такие туфли There is no demand И дальше у меня, по идее, должно стоять for For Дальше, что здесь? Shoes Shoes like this Like this Ну, в принципе, anymore можно тоже, наверное, поставить Почему бы и нет Anymore Итак, больше на такие туфли нет спроса Вот так это будет переводиться Следующее I think that being married has some advantages Я думаю, что Интересное предложение Я думаю, что брак дает некоторые преимущества Или что у брака есть преимущества Или если вы не хотите так переводить Можно сказать, что замужнее состояние дает преимущество Ну, это уже как вам больше нравится Смотрим, что у нас в альтернативе Что мы имеем здесь? I think that there are some advantages Some advantages In, по идее, дальше должно быть Being married Так бы я это перевела In Being Being married То есть, опять же Я думаю, что есть некоторые преимущества В женатом состоянии Скажем так Или в браке У брака Мы говорим у брака Они говорят в браке Далее Седьмое The number of people without jobs has fallen this year Количество безработных упало Или уменьшилось в этом году Итак Далее Что у нас тут еще интересного Так Как же это сказать? There has been a fall A fall in a number of jobs О! In a number of jobs Точно In A number In a number Of Jobless Мне лень писать вот это все People without jobs Я напишу Number of Sorry Здесь должно быть еще Of Ладно Напишем так Of Jobless Of jobless Там еще Z должно стоять Я спешу И поэтому Делаю дурацкие ошибки Значит Что мы здесь имеем? Количество безработных уменьшилось За последнее время Кстати У нас уже была похожая ситуация Обратите внимание на третье предложение There has been a big increase in prices Возрастание или рост цен А здесь уменьшение количества Опять стоит in Fall increase in Если у вас числа Если у вас какая-то статистика Возрастает там такой-то показатель Значит будет in Далее Что мы еще имеем интересного? I don't think that a new road is necessary Я не думаю, что новая дорога необходима I don't think that there is any need for a new road Я так считаю For a new road Здесь у меня будет for a new road Вот таким образом Я не думаю, что есть потребность в новой дороге Вот так вот Что у нас здесь было интересного? В принципе, с предлогами очень трудно Говорить о каких-то закономерностях Неблагодарное дело Но запомните себе выражение И вам, как говорится, будет счастье Итак, у нас solution 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 To Решение чего-либо Далее Relationship with Relationship Relationship with Если вам не нравится Если вам не нравится фраза выше Вот эта вот фраза То можете употреблять вот эту фразу Она ближе к русскому языку Она похожа на наш На то, как мы говорим это Но если Но, честно говоря Мне больше нравится вот эта фраза Она такая Ну, естественная Ну, не знаю Возможно, это только мое мнение Едем дальше Далее Теперь у нас появляется закономерность Есть все-таки закономерности Increase Increase In Fall In Сюда можно еще добавить Decline Это тоже снижение Тоже in будет Если дальше у вас будет стоять Скажем, количество Какое-нибудь количество Значит, падение количества чего-то Рост количества чего-то И так далее И так далее Далее Demand всегда for Спрос на Мы говорим спрос на Они говорят demand for Далее Advantages у нас всегда in Так, у меня нет места Advantages 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 Преимущество чего-либо Мы тоже ставим родительный падеж здесь Но проблема в том, что Of, например, у нас ставится тогда, когда родительные падежи как бы совпадают Но бывают ситуации, когда они не совпадают Поэтому sorry Здесь приходится все запоминать Advantages употребляется с in Далее Далее у нас need Need for Нужда в чем-то Потребность в чем-то Ну вот, пожалуй, и все Единственное, что я еще хочу здесь заметить Здесь есть один маленький подводный камень Я не знаю Я, честно говоря, не смотрела теорию, которую автор излагал перед упражнением Но здесь есть одна маленькая сложность Дело в том, что слово Advantage Может употребляться в разных, скажем так, значениях Одно дело преимущество в чем-то И другое дело преимущество перед чем-то В следующих упражнениях я покажу эту разницу Потому что Advantage может стоять To еще Advantage to something Это преимущество перед чем-то И Advantage in Преимущество в чем-то Так или иначе Если вас этот вопрос интересует Я сделаю еще одно-два упражнения на эту тему И там это будет обязательно, я думаю Потому что в Мерфи нет такого, чтобы в теории было А в практике этого не было Это довольно-таки неплохой учебник Поэтому смотрите дальше, если вам это интересно Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Продолжение следует...